Большое спасибо спонсору сегодняшнего видео компании Skill Factory. Всем привет, друзья! Долгожданный герой нашего видео это японская ПТ-САУ 10 уровня, вершина ветки Хури 3. И о ней мы сегодня более подробно. В целом, если в двух словах, то эта ПТ как выглядит, такой она и является. Здесь вот из песни слов не выкинешь. У неё очень хорошее, массивное, уважаемое орудие. Длинное, толстое. И вообще, ну куда ни посмотри, просто уважение. Настоящий мужской дрын. А всё остальное какая-то не пойми. Маленькая, уродливая, похоже то ли на валенок какой-то, то ли на какой-то ботинок. Жалкое зрелище. И так вот она и есть. Это действительно одно из лучших орудий в игре, которое облачено в какое-то недоразумение по многим параметрам. И обо всём этом мы поговорим сегодня, сразу после рекламы. Работа в радость, когда она интересная, актуальная и с хорошей зарплатой. Вот почему IT это круто. А если ты не любишь шумные компании и хочешь в спокойной обстановке заниматься делом, то программирование Java это твоё. Это самый востребованный язык программирования в мире, если что. Java нужен везде. От разработки игр до банковской сферы. От личных смартфонов до серверов крупнейших компаний. На нём созданы Twitter, LinkedIn, операционная система Android, стриминговые сервисы, Netflix, Okko, Spotify и ещё масса всем известных приложений. Самое главное, что вы можете освоить эту профессию, даже если никогда не программировали и новичок в сфере IT. В онлайн школе Skill Factory на курсе Java разработчик вы будете работать с кейсами реальных компаний, где наберёте ценнейшего опыта. Во время учёбы вы создадите 10 проектов, среди которых ролевая игра по типу Warcraft, разработайте интернет-банк и мессенджер. Благодаря этому у вас сформируется портфолио, интересное работодателю. Средняя зарплата Java разработчика 140 тысяч рублей в месяц и это далеко не предел. Центр карьеры поможет составить резюме, которое их подготовит к собеседованию. А в случае, если ты не найдёшь работу, школа вернет деньги, потраченные на обучение. По промокоду amvdv21 для вас будет скидка 45% на курс. Убедись сам, кликай на ссылку в описании и становись высокооплачиваемым специалистом. Итак, что в этой ПТ такое, что в игре до этого не было? Это её орудия. Конечно, до этого в игре были орудия, но здесь целая, как бы сказать, россыпь уникальных комбинаций. И первое, наверное, самое главное, то, что здесь оба два снаряда, обычный голдовый, это бронебойные. Если к первому особенно вопросов нет, пробитие 305 с альфой в 700, то у второго пробитие 360. А это бронепробитие, ну, больше, круче, лучше ББшки в игре не было. И именно она вот здесь. Бронебойный с таким пробитием, с такой его приятной нормализацией и потерей, со слабой потерей бронепробиваемости на дистанциях, всё это о бронебойных снарядах. И так часто бывает, что они голдовые у нас на орудиях такие, кумулятивы, подкалиберы. И у всех у них есть свои минусы. У бронебойных минусов нет. И вот здесь он есть. Именно такой. Ну, в смысле, не минус, а бронебойный есть. Также здесь ещё есть уникальная комбинация. Разового урона в 700. Он причём здесь именно вот ровно 700. Непривычный 750, который везде на всех ПТшках. А просто 700. И поскольку он чуть меньше в среднем по больнице, ДПМ у нас чуть выше в среднем по больнице. И поэтому даже здесь базовый нарисован 2700. Но стоит только уже поставить досылатель, прибавив 10% к этому. И мы уже получаем, ну, около трёх. И это около трёх превращается в 3,5, если поставить нормальную оборудку. И вот это вот уже да. ПТшка, у которой есть и Альфа, и ДПМ вместе. И на прекрасном бронебойном, у которого почти нет минусов. У которого скорость полёта 1100+. Вместе с этим точность 0.33. Ну, 0.34 базовая, если там подпрокачать, то будет 0.33. И 0.3 у вас будет, если вентиль поставить. И это вот всё. И только лишь время сведения и довольно узковатые углы, что влево-право, что вверх-вниз, подпорчивают всё удовольствие от орудия. Если бы была бы ещё и башня здесь, то это была бы лучшая пушка в игре безо всяких если. И вот такая она, эта прекрасная Хори. Очень много деталей и подробностей, но в ангаре пока цифры перед глазами. Запомните, что у нас пушка вниз гнётся на минус 7. Это означает, что любой поджавшийся для нас противник, это уже проблема. И нам нужно всех держать подальше на расстоянии этого выстрела, чтобы никто не подъехал близко. В клинче мы максимально бесполезные. И влево-вправо поворачивается пушка тоже слабо, всего лишь на 10. Суммарный угол получается в 20 градусов. Это означает, нужно много ворочаться на месте, а это досводиться, досводиться и досводиться. И здесь с этим на такое. То есть стабилизации у орудия, как вот у подобных ПТ-шек без башни, нету никакой. И поэтому каждый раз крочек изначальный большой, и он пока сползётся в маленький, проходит немало времени. Но и подвижность. Запомните циферки 35 максималка. В бою более подробно мы поговорим про полевую модернизацию, оборудование и всё остальное. Но сейчас самое интересное. Бронирование. Самое интересное здесь то, что это бронирование имеется. Но, правда, не везде. Бронирование в рубке 300 миллиметров ровно. Но поскольку здесь угол, ну как бы сказать, это угол? Ну вроде бы угол, да? Нарисовано тут целых 4 градуса наклона. И это невероятные 4 градуса дают нам целых 1 миллиметр дополнительной брони в качестве приведённой. Ну то есть 300 миллиметров во лбу. Мы танкуем некоторые орудия на бронебойных, ну и почти ничего на голде. То есть это как бы надо понимать. Потом корпус, бронирование. Тут всего лишь 100 миллиметров. Но угол в 70. И благодаря этому хорошему углу при уёмке получается здесь, ну так, 290. Это как бы что означает? Ну то и означает, что бронебойные некоторые могут и нас и не пробить. Но рассчитывать на это не стоит. А вот сюда вот пробивают нас все, даже шестые уровни, если бы они попадали против нас в бою. Тут всего лишь 120 миллиметров с наклоном в 9 градусов. Что за наклоны? Какие такие они смешные. Почему, блин, тут не сделать хотя бы вот так вот там? Я не знаю, чтобы был какой-то угол. Ну вот квадратный дизайн у этих вот ваших японцев. Береговые ваши орудия. Лишь бы оно просто... Вообще как оно влезает? Хороший уже вопрос. Как оно такое длинное и толстое сбалансировано здесь? Ну это уже детали. Из замка эльфов, наверное. Так, у нас здесь чего? Борта 50 миллиметров. Особо большой брони здесь нет. Скулы 110. Этим всем пользоваться сложновато. Но важно, что броня здесь есть хоть какая-то. Ну и поехали. Как раз пока едем, можно разобраться, как ехать быстрее. Собственно, логично. При полевой модернизации мы получаем два слота. Один из них на огневую мощь, вторую на разные темки, связанные с бронированием. То есть мы не можем поставить здесь обычную базовую турбину, чтобы для нее еще слотик был специальный на мобильность. Поэтому турбина здесь должна быть обязательно. Ибо максималка в 35 переднего хода это вообще не ок. Поэтому какая угодно самая лучшая подойдет. Если у вас есть трофейная или боновая, вот она и нужна. Поскольку обычная какая-нибудь турбина большого эффекта здесь не даст вообще. Но потом обязательно ставим досылатель и вот третьим модулем на ваш вкус. Либо закалку, увеличиваем хп. Даже можно поставить не трофейную или боновую, а простую какую-нибудь заурядную. Для нее есть специальный слотик полевой модернизации, можно выгрызти. Либо поставить вентиль сюда, увеличив тем самым дпм. Ну и немножко там еще чего-нибудь по мелочи. Ну и как раз касательно бронирования. Вот противостояние с конем. Это конь девятого уровня, не десятого. Но у них орудия во многом схожи, поэтому суть дела не меняет. В общем, наша рубка в 300 мм, это прекрасно. Ну до тех пор, пока голда в нее не летит. А голда в нее летит, как вы понимаете, почти сразу, без разговоров. И поэтому здесь у нас ломается в этой рубке вместе с этим всем делом еще и боевая укладка. Она по бортам находится на рубке у нас. И там же вместе еще и разнообразные танкисты. В плане наводчиков и же с ними кто там все болтается. Критуется она, поскольку все здесь компактненько. Очень даже беречься нужно. Но в этом всем деле есть еще и свои особенности. И скоро мы подойдем к самому главному. Но важно вот что понять. Эта ПТ идеально подойдет и для засадного всего. Ну на каких-нибудь картах, где нет особо возможности играть вблизи. Но там, где возможность играть есть, она, эта ПТ, гораздо более универсальная многих. Если честно, ее очень сложно с какой-то из ПТ-шек сравнивать. Поскольку они все какие-то, ну вот на 10 уровне ПТ-шки, или медлительные мастодонты, или какие-нибудь стремительные, незаметные, типа СТРВ-шек. И вот такого, чтобы как бы похожего на гриля нету. И почему-то мне думается, что из всех из них она похожа именно на чертового гриля. Почему на него? Ну, во-первых, свойство по боеприпасам. У гриля голда кумулятивы с пробитием не сверхлегендарным, а бронеблоки легендарные. И поэтому там часто играют на ББ, на гриле. И здесь тоже можно играть на ББ, но, к счастью, других снарядов здесь и нет, кроме фугасов. Одни ББ, голдовые тебе или не голдовые, выбирай сам. И по этой причине как бы очень похоже. Второе, на гриле очень часто народ исхитряется ехать как-то вблизи воевать, толкаться. И потому что поворачивающаяся башня позволяет. У нас поворачивающаяся башни нет, но хоть какая-то броня, которая иногда, ну в данном бою не сыграла своей роли, но где-нибудь сыграть в теории может. Вы видите цифры, прекрасно понимаете, что это все-таки какая-то броня. И там на ней можно также пользоваться этой броней и вблизи, и играть активно. То есть это не СТРВ какая-то, где только отдалека, только из дистанции, только где-нибудь там совсем и совсем-совсем не вблизи. Хотя многие умудряются и вблизи играть, но это не большинство. Большинство, конечно, ПТшечка, это значит далеко в кустиках стоять. Так вот, это может и то, и активно. Вот в чем в ней прикол. Более того, удельная мощность здесь только базовая, 15 лошадей на тонну. Это как хороший СТ она гоняет. А вместе с этим она еще и может, если с турбиной поставить, так еще и с максималкой, обгонять всех уже в эндгейме, когда нужно кого-нибудь добивать ехать. Там она может быть первой. Ну и так далее. Обзор мы здесь добываем не оборудкой. Обзор мы добываем здесь только всякими разными приколюхами, прибабахами. Он базовый здесь 400. Его можно улучшать как разными пайками, как у нас сегодня игрок, так и поевой модернизацией. Там можно поступиться чем-нибудь, добавив себе немножечко обзора. Но в любом случае, оптику ставить здесь не нужно ни в коем случае. И в этом уже как раз, в этой сборке, мы самый-самый универсальный ПТ-солдат из всех на свете. Единственное, пожалуй, где она не может, это потому что башни нет, забираться куда-нибудь там, поджиматься куда-то, потому что ей неуютно. Но на средней и дальней в начале боя это вообще лучший вариант. Она быстро перекатывает, быстро меняет позиции и просто везде, где нужно оказывается. И вместе с тем, хоть это и похоже, в кавычках, на гриля по типу игры, но с броней. И мы иногда можем даже, ну, высовываться и позволить себе свестись до конца. На крыле это обычно роскошь, потому что тебе нужно быстро плюнуть и уже убегать. Ну, или не высовываться на худой конец. Ну, в общем, там свои тоже нет. Или подгадывать по коврагу в КД. Здесь можно, ну, попробовать иногда и броней, например, своей торгануть. Не каждый пробьет, так вот с наскоку. И это очень прикольно. То есть, несмотря на то, что здесь действительно исполинская суперкрутая пуха, это должно все компенсироваться с лихвой чем-то нехорошим. И здесь, если вот самое нехорошее, наверное, назвать, это именно углы. Все остальное здесь достойно. И эта ПТ-шка, самое удивительное, что сейчас очень даже метовая. Она сейчас в игре уже около месяца с момента релиза. И вот только представьте, что ее уже выкачали все, кто хотел. Донили, там, за свободочку пролетели быстренько. Сейчас до нее добираются все остальные. И даже при этих условиях она сейчас все равно в списке танков на 3 отметки на втором месте из всех прокачиваемых десяток в игре. На втором месте. Это очень высокий показатель. Это означает одно, что она по нанесению урона один из лучших, если не лучшие сейчас вообще танки из всех прокачиваемых. Ну, то есть, имбовые там всякие танки с ЗГК, там, чифы. И понятно, они всегда выше. Но я вот говорю вам про прокачиваемые машины, доступные всем здесь и сейчас. И это удивительно. Как так сделали такую вот сверх-мегаимбовую темку. Если раньше у нас же, помните, стеклянная пушка была. То есть, пушка супер крутая по всем параметрам. Ну, а-ля гриль, там, маленькие паффентрагеры. Но все остальное очень плохо. Или брони нет, или баскировки нет, или всего вместе нет. А вот здесь и броня тебе есть, и пушка, и даже подвижность. То есть, альфа и ДПМ, да, вот то, с чего мы начинали. Вот эти вот комбинации. Они дают на дальняк очень сильно хорошие свои плоды. Именно поэтому это и есть одна из самых лучших пушек в игре по всем вышеназванным уже критериям. И наш здесь товарищ, ну, не скажешь, да, что он прям весь здесь вспотел. Просто где-то высунулся, пальнул, где-то подождал, откатил, перекатил. И вот уже у него 9200, и это еще не вечер. И вот так оно и играется. Именно поэтому у него сейчас 4800 урона необходимо среднего суммарного на отметке иметь. Это очень много для других каких-нибудь, там, я не знаю, ИСА-7, например. Потому что у них перезарядка примерно одно и то же время занимает. У этой секунд 12, и у того примерно. Но тут бьет на 500 еле-еле в позорный день. Еще и по ней не пробьет, не попадет. А это на 700. И почувствуйте разницу. Ну, то есть, короче говоря, Хори-3 это пушка-гонка. Супер-мега ПТ-шка. Наверное, сейчас самая универсальная, самая прикольная. Еще раз повторю, фановая, метовая. То есть она подходит для текущего сумасшедшего рандома. Подходит для быстрых боев. Подходит для всего, потому что она наверняка в основной своей массе эти бои ускоряет и двигает. Потому что вносит такой импакт. Столько уронов вдалбливает, что она полезна везде, во все поля. И в ранней игре, когда бои начинаются только-только и в мидгейме. Ну и вот сейчас уже в конце, когда она сама первая везде все пересвечивает. Это означает, что еще может сама себе и своей команде подсвечивать, в том числе. Благодаря мобильности и обзорам всем этим. Ну, в общем, классика. Не думал, что-то скажу, но отдел баланса в данном конкретном случае, мне кажется, поработали неплохо. В целом, есть огромное количество плюсов в ПТ-шке, есть минусы. Она не сверх мега ультимативная, она не всемогущая, но там, где нужно поиграть на ПТ, она очень-очень привлекательная. Не знаю, будет ли впоследствии когда-нибудь нерфить ее кто-нибудь. Ну, у нас же как часто, вот всегда бывало так. Выпускает привлекательную ветку, такую, что все бросаются, потом ее через пару лет нерфят и такие все. Ну что ж, оказалось, что она у нас просто была имбовая все эти года, а мы сразу и не замечали, потому что собирали статистику. Здесь, в целом, на берегу уже видно, что танчик мега удачный, но он удачный, потому что новый в том числе, да, все на нем сейчас катают, все его пробуют. И придет пора, когда-нибудь, возможно, и до него доберут. Ну, скорее всего, апать будут какие-нибудь плохие танки, чем его нервить, потому что, ну, тогда совсем уже здесь ничего интересного нет. А поскольку здесь есть интересный, и именно в той дозировке, чтобы об этом говорить, ни больше, ни меньше, то я и говорю, что здесь, мне кажется, те, кто настраивают технику, поработали в целом неплохо и вполне себе заслуживают всякого разного хорошего. Ну, в данном, по крайней мере, случае. Поэтому максимально рекомендуем этого вашего Хори. Катайте, качайте. Ну, а на сегодня у нас все. Десять тысяч урони надолбал наш герой. И еле-еле, причем в конце он урвал, нашел этого ФК-шного несчастного ШПТК. Бедного все никак ему не доставалось. То бабаху перед носом ведут то Е100, то корова позвонить, то олень. Тем не менее, братцы, вот такие итоги боя. Подписывайтесь, если вам нравится канал. Ставьте лайк, если вам нравится видео. Ну, и до новых встреч. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok